Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про детские площадки, про их состояние, про то, кто вообще за ними следит и как, возможно, они будут развиваться в нашем районе, в городе Одинцово в ближайшие годы. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Сергей Михайлович Ерш. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Михайлович, исполняющий обязанности председателя комиссии, который занимается вопросом ЖКХ, в общем и детские площадки, также в вашем ведении, насколько я понимаю. А также у нас сегодня впервые Сергей Юрьевич Ануров. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Юрьевич, замдиректора МБУ Одинцовское городское хозяйство. И, наверное, Сергей Юрьевич, в первую очередь, конечно, к вам вопрос, как к человеку, который каждый день с этим вопросом напрямую, лицом к лицу сталкивается. Детских площадок у нас полно, следить за ними наверняка непросто. Но в целом, вот на сегодняшний день, давайте про город Одинцово пока поговорим. 280. 280. 280. Ну, немало. Они вообще в каком состоянии? Понятно, что все в сравнении. Познается, но вот в целом, по отзывам людей, по вашим личным наблюдениям? Ну, устаревшие уже. Уже по большей части, безусловно, устаревшие. С достаточно уже долгим сроком эксплуатации. То есть требующие ежедневного внимания, постоянных работ, чтобы поддерживать их, как бы, поддерживать безопасную эксплуатацию, чтобы дети, играющие на детских площадках, чувствовали себя в безопасности. Вот смотрите, у нас сейчас, я знаю, многие площадки спортивные, скажем, да, покрываются не как там раньше, просто в землю воткнули форму и так далее. И все, да? Покрываются каким-то резиновым покрытием и так далее. Вот вы когда говорите о том, что площадки некоторые устарели, речь идет о том, что сейчас просто можно сделать лучше? Или вы говорите о том, что там, в общем-то, небезопасно уже? Не то, что лучше, хуже, а небезопасно? Нет, дело все в том, что уже оборудование, движимое, скажем так, имущество, оборудование, элементы детских игровых площадок, они уже достаточно давно установлены и уже имеют достаточно долгий срок эксплуатации, скажем так. Но в то же время они не теряют именно своих эксплуатационных свойств. Они, если их нормально обслуживать, то они будут также безопасны. Сейчас поподробнее поговорим по этому вопросу. Предлагаю сперва принять звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я бы хотела такой вопрос задать. Я живу на Северной, 54, и у нас безобразные детские площадки, которые уже на протяжении многих лет практически не ремонтируются. Они уже опасны для детей настолько, что, ну, вы уже писали везде, понимаете, ребенок может упасть на любой гвоздь, наткнуться. И, в общем-то, никто ничего не занимается и не делает для нас. Извините, а к вам как обращаться можно? Лилия. Лилия, а прям действительно опасная ситуация, то есть действительно прямо гвозди торчат? Понимаете, шурупы. Вот, например, песочница, лодочка, вот с нее уже, слава богу, срезали железный руль. А так торчали болты, по поводу которых мы неоднократно уже обращались. Вот. И потом площадку украсят детскую каждый год в такие безобразные цвета. Понимаете? То есть даже горку покрасили, по которой, соответственно, кататься дети уже не могли. А что за цвета-то такие, которые вас так возмутили? Коричневые, понимаете, черные. То есть разрисовали как могли. Ну да, цвета веселого детства. Цвета веселого детства. Ну и не веселые, они безобразные. Понимаете? Песок мы просили в том году, вот, например, на маленькую площадку напротив дома завезти. Нам так и не привезли. Но у нас 10 домов практически на одной детской площадке за домом. И детей у нас очень много. Хотелось бы, чтобы хоть немножко привести ее в порядок, чтобы дети могли играть. Лилия, я вас понял, сейчас переадресуем специалистам этот вопрос. Скажите, а вот на сегодняшний день куда приходится ребятам ходить? Они же, конечно, должны где-то играть, заниматься. Конечно. Вы знаете, мы ходим в магазин «Кругозор», за «Кругозором детская площадка». Мы ходим или туда. Приходится в чужие дворы ходить, получается? Конечно. Вот на Бирюзовый новый дом, у нас Бирюзово-2, по-моему, этот дом. Там детская площадка. Но, понимаете, там тоже нам не очень удобно ходить. Там все время ветер, скажем. Понятно, в любом случае, даже если бы там было замечательно, в любом случае, это другое место. Вам же хотелось бы во двор выйти, как всегда мы все делали. И ребеночек, чтобы сразу поиграл, поднялся бы сразу, покушал, спать лег. Понял я ваш вопрос. Спасибо большое за обращение. Уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня о детских площадках говорим. Довольно актуальный вопрос. Если есть какие-то вопросы, предложения, 508-86-84, это наш телефон, звоните. Ну что, улица Северная. Сергей Юрьевич, нам к вам вопрос. Знакомы вообще с этим адресом? Да, 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 однозначно. То есть уже, ну, там достаточно изношенная детская площадка. Угол ската, скажем так, далеко не безопасный для детишек. Горки вы имеете в виду? Да, 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 да. В этом году планируем замену этого ската. То есть будем срезать, демонтировать, будем закупать однозначно новый элемент. Будем устанавливать. Но это речь идет о конкретном одном элементе? Или вы имеете в виду там... Это детский игровой комплекс. Нет, я имею в виду конкретно, что вы будете делать именно в этом году, что планируете? Окраску планируем. Ну, то есть замену изношенных уже деревянных элементов, именно настилов на детском игровом комплексе, может быть, какие-то скамеечки, лавочки, то, что там уже поизношено. Скажите, пожалуйста, а как проводится вообще вот данный мониторинг? Если вот вы говорите, там действительно случаются ситуации, когда некоторые детские площадки имеют формы небезопасные для детей, да? Получается, что это уже факт совершившийся. Не в смысле приехали эксперты, сказали, что вот через полгодика это будет нехорошо, лучше бы сейчас заняться. Получается, что это уже постфактум все решается? Ежедневно люди, в их должностные обязанности входит ежедневный осмотр детских игровых площадок, то есть ходят именно, проверяют на прочность, руками, щупают, ногами наступают. Если по ихнему мнению, как бы эта данная деталь уже несет какую-то опасность, они, соответственно, оперативно обязаны информировать, прежде всего, исключить доступ детей. То есть мы стараемся, не то что стараемся, мы обязаны огородить этот участок детской игровой площадки от доступа, предотвратить доступ детей. А как это выглядит? Ну, мы сигнальную ленту используем, вешаем предупредительные таблички, просто не всегда родители это соблюдают, и не все дети, к сожалению, это читают. Ну, вот смотрите, Сергей Юрьевич, получается, вот нам сейчас позвонил, да, жилец Лилия, сказал, что у него была ситуация, руль там какой-то был с ним безопасными элементами. Руль, ну, мы же и удаляли, как бы, этот руль. Просто, как бы, ну, я не думаю, что там на самом деле такие мрачные, сразу черно-коричневая детская площадка, я, как бы, я даже и не помню в городе такую вот эту площадку. Я думаю, раз наш зритель сказал, я так понимаю, общественная палата также съездит. Я думаю, мы запросят, Сергей Михайлович, если у нас позволит рабочий график, я думаю, мы с удовольствием туда съездим. Я, честно говоря, просто далеко от мысли, что у вас нашелся обиженный на детей сотрудник, который сам специально красит жуткие цвета. Известный адрес, то есть, как бы, мы уже неоднократно по нему, как бы, выезжали, то есть, да, там есть недочеты, как бы, и нерадивость наших сотрудников тоже имеет место, и бывали случаи недосмотра, и бывали именно, что и детишки и падали, то есть, как бы, выезжали, мы работали с родителями, как бы, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Стараемся, как бы, улучшать качество своей деятельности. А может, мне вопрос, я хотел спросить. Сейчас зададите, давайте еще одного нашего зрителя, мы слушаем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вот просто включила телевизор, увидела вот вашу передачу и хотела бы узнать. Это вот директор хозяйства по детским площадкам, да? Это замдиректора, компания, которая занимается обслуживанием непосредственно Одинцовское городское хозяйство, муниципальное бюджетное учреждение. Знаете, у меня дочка живет на Любо-Новоселовой. Ну, вот просто отвратительные площадки, вы знаете, если это, как он сейчас говорит, что они там ходят, смотрят, проверяют. Ну, вы посмотрите, какие железные вот эти вот горки. Они же кататься невозможно. А можно еще разу кадрис? Вы извините, не успел записать. Любо-Новоселова, вот, вон, два, например. Вон, два. Понял я вас. Там действительно именно скос какой-то сам, вот этот угол плохой или внизу, как бывает... Да, они ржавые, они все ржавые. А, вон оно в чем дело, потому что там старое покрытие. Вы знаете, вот я, например, живу в Барвихе, у нас, ну, прекраснейшие сделали детские площадки. Вы знаете, у нас хорошая подножка для детей. Дети могут гулять круглый год. Вы понимаете, и грязь, и снег, и все это чистится. Но ведь сейчас практически в Одинцово нет площадок, нет подножек у этих детских площадок. Потому что сейчас грязь сплошная. Возле администрации вообще жуть, просто жуть возле администрации детские площадки. Как туда с ребенком идти? Там утопаешь в этом или в песке, или в этой грязи? Да, действительно, знаете, вот по вашему описанию, это ситуация, когда шутки про тяжелое детство становятся реальностью. В общем, спасибо большое, что позвонили. Адрес еще один, по крайней мере, один, да, мы записали. Люба Новоселова, дом 2. Это известная проблема. Я говорю, детские игровые комплексы, вот эти вот из стального листа сделаны из ката. Ну, вот, смотрите, сразу такой вопрос. Правильно женщина сказала, вот Барвиха, да, предположим, новый комплекс, она сказала. По, скажем так, большому настоянию нашего губернатора и главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, знаю, что все новые дома, которые строятся, обязаны нести социальную нагрузку. Там строятся детские площадки, в том числе. Строят, да. И видно, что они действительно, ну, по меньшей мере, сейчас, вот они только построили, неизвестно, как они будут через 10 лет, конечно, что выглядит, но вот сейчас они действительно выглядят достойно. А есть ли какая-то механика, методика приведения в порядок старых? Или вам приходится в плане бюджетирования, например, ждать, пока вот появятся деньги? Как это вообще? Ну, это полномочия городской администрации, то есть отдел благоустройства занимается именно всеми конкурсными процедурами по закупке или привлечению подрядчиков, по установке новых элементов, потому что в прошлом году сделали две 100% новых площадки, это Жукова 10 и Говорова 40, заменили полностью с покрытием, то есть мы занимались демонтажом элементов, привлеченная организация, подрядчик на конкурсной основе, то есть все, начиная от замены покрытия и установки новых элементов. И под, по-моему, если память не изменяю, по-моему, по 12 или 15 адресам производилась частичная замена элементов. Это чисто в городском поселении? В городском поселении, да. Можайский, что дом 35, там серьезно изменили площадку, потому что я ежедневно в нее прохожу, как бы отхожу, то есть не сравнить уже состояние, но, к сожалению, средства в городском бюджете... То есть эта работа, я так понимаю, она идет, просто постепенно. Она идет, да, 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 и в этом году тоже планируется у нас... То есть, получается, смотрите, если я правильно понимаю, буквально на пальцах постараюсь объяснить, как я себе это вижу, у нас имеется, вот сейчас всплыло, что на 100 рублей нам нужно починить несколько площадок, у нас в бюджете 50 заложено. Мы 50 взяли и сделали, никто ничего там не откладывал, остальные 50, ну вот будут деньги. Но, к сожалению, кто-то чувствует себя в этой ситуации волей-неволей, он будет чувствовать себя обделенным. Ну да, да. Вот, и нам, к сожалению, приходится... Еще один звоночек от телезрителя. Здравствуйте. Принимать на себя. В прямом эфире мы вас слушаем. Здравствуйте. Я живу на улице Садовой, дом 8 и дом 6. У нас площадка, на которой самые старые качели Воденцова. Мне... Почетно. Мне 63 года. Я в детстве каталась на этих качелях. Теперь катались мои дети, а теперь катаются внуки. Эти качели бедные вросли по самые уши. Там детские ножки, такие ямки под качели могут купить. Это самые старые качели. По секрету, в этом году у них планируется полная замена. Последний год этих качелей. Да, да, да. Это уже 99,9% именно этот адрес. Сергей Юрьевич, вы знаете, я бы на вашем месте, может быть, даже обратился к жильцам, что они хотели бы даже сохранить их в каком-то виде. Потому что если там действительно целое поколение, в Крымске музей Одинцовский, может быть, стоит тогда. Да, 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 какие-то есть экспонаты. Но в любом случае, как бы, смех смехом, ну, конечно, грустная ситуация получается. Вот мы сейчас с вами даже расписали, да, схему, по которой, ну, ладно, что-то не доделали, но следующий, там, через год доделаем. А то тут получается, что уже поколения выросли, да, на этих самых качелях. Они уже там члены царей видели. У меня такой вопрос, Сергей Михайлович, теперь к вам, вы как рупор общественных, да, наших чаяний, скажем так. Как видите себе эту ситуацию? Работаете ли вы вот с Сергеем Юрьевичем, да, с его организацией? А насколько, в общем-то, правильно, четко, оперативно ответы к вам приходят и так далее? Значит, ну, могу сказать о том, что с данной организацией, ну, у нас очень тесное, такие, плотное, будем говорить, общение, потому что в силу, так сказать, обязанностей нашей комиссии по ЖКХ, все вопросы, которые поступают по благоустройству, их очень много, в комиссии не зря мы сегодня поднимаем этот вопрос по благоустройству детских площадок, они как замыкаются на исполнителя, на данную организацию. Поэтому на сегодняшний момент у нас налажены хорошие отношения, достаточно быстро они реагируют на наши, будем говорить, обращения, но не в плане, будем говорить, такого же, как бы, оперативного ремонта, потому что действительно есть свои проблемы. Но, тем не менее, насколько я знаю, вот в данном предприятии у них есть свой штат и слесарей, так, Сергей, и специалистов, которые могут оперативно подварить, подстрогать, сделать какую-то деталь, заменить и так далее. Это немаловажно в нынешних вот таких, будем говорить, финансовых условиях. Поэтому даже в этом плане, если вот что-то нужно оперативно, мы просто звоним и говорим, ну, действительно, небезопасно для детей, действительно, вот туда обратитесь и так далее. Они очень быстро выезжают, реагируют на эти вещи. Еще один звонок у нас. Да, это спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Меня вот, Александр зовут, проживаю во второй год. Вот у нас была площадочка небольшая промеж домов, был демонтаж труб. Площадку аккуратно демонтировали, а обратно ее не поставили. Она долго простояла, ее просто с тракторами сломали и увезли. Ну, вы нам так не поможете. А лесной городок, а можно конкретно? Нет, Горки-2, это Горки-2. Горки-2, извините. Горки-2. Спасибо большое за звонок. Если я правильно вас понял, земельный какой-то вопрос вы сказали, да, тут имеется? Нет, Горки-2, это не наша территория, как бы. То есть, да нет, это у нас тоже такие вещи сказали. Ты просто эксплуатант должен смотреть за своими элементами. То есть, если стояла детская площадка, эти элементы должны быть у кого-то на балансе находиться, какой-то организации кому-то переданы в эксплуатацию. Либо, например, привлеченная организация, либо муниципальная какая-то структура. То есть, у вас такая, приходит организация, ей передают на баланс формы, установленная на этой земле. А вот земля принадлежит, не пойми кому, правильно? Земля, она либо городская, либо... Собственность. ...да неопределенных назначений, да. То есть, без каких-то документов. А какие вообще есть варианты решения этого вопроса? Межевание, обслуживание документов. То есть, именно муниципальные какие-то органы муниципальной власти, или какие-то районы, городской, они решают. Сергей Юрьевич, Сергей Михайлович, а не с этим ли связано то, что сейчас активно обсуждают идею отказа ухода от этих маленьких детских площадок в каждом дворе и создание больших таких узловых, что ли, площадок здоровых. Огромная площадка на микрорайон. Ходят такие разговоры. Есть какая-то вот крупица такого решения в том, чтобы, наконец-то, отойти от вот этих вот проблем с межеванием земли? Да нет, это никак не связано между собой. То есть, это укропнение, оно для нас, как для эксплуатантов, это там логистика. То есть, нам меньше адресов, меньше вот это кружить по дворам, то есть, там свои какие-то плюсы. А как бы это, то есть, именно городская администрация, это именно у нас курс на укропнение с точки зрения создания больших игровых зон. Именно как создание больших игровых зон вот в этих целях, конечно. Для разновозрастных категорий детишек, да, чтобы и самые маленькие находились, и детишки среднего возраста, и, может быть, я говорю, А были какие-то опросы среди непосредственно населения? Потому что, несмотря на очевидные плюсы, да, можно, конечно, предположить, что многие люди, в общем-то, привыкли у нас к тому, что площадка – это неотъемлемая часть двора. У нас даже многие, в общем-то, такие явления уже в метафоры, вошедшие как дворовый спорт и так далее, они связаны именно с тем, что люди у себя во дворе играют, взрослеют, растут, там же занимаются потом спортом и так далее. Какие-то, может быть, социальные опросы проводены были уже? Ну, опросов здесь специальных, я не знаю, что проводились, поэтому, ну, скадил. Просто есть практика, которую сравнивали по другим. Общественное слушание проводят. При каких-то, вот, в любом случае, если что-то новое там планируется делать, то есть администрация всегда проводит общественное слушание, приглашают уполномоченных по микрорайону, приглашают старших домов. Потому что я могу предположить, что это довольно важный вопрос. Если бы речь шла как, знаете, вот, скажем, лет 5-10 назад начали появляться вместо действительно старых, раздеребаниных вот этих площадок, начали появляться новые формы и так далее. Ну, тут понятно, ну, кто будет выступать против того, чтобы у вас детская площадка стала новой, современной, из новых материалов и так далее. А здесь-то ведь вопрос в концепции. Концепции вообще-то, что такое двор, да, для жителей и так далее. Соответственно, вот, по-вашему, если этот проект будет как-то действительно разрабатываться, если речь уже пойдет о реализации, то будет общественное слушание в какой-то форме, правильно? Да, перед началом. Однозначно. То есть мнение жителей, оно учитывается. Конечно. Места установки, мнение жителей, какие формы, совмещенные со спортивными тренажерами, чисто детские площадки. Это все на основании опроса и мнения жителей. И давайте еще одного нашего зрителя послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я живу в Ликино, Одинцовского района, и у нас обещают площадку сделать давным-давно. Но так, чтобы она была нормальной, без грязи, без всего. Вот началась весна, и опять у нас площадка между домами, это седьмым, шестым, десятым домом. Стало грязное, опять же. Нас постоянно кормят завтраками. Сделаем весной, сделаем осенью. Но продвижения мы не видим. А Ликино это? Скажите, пожалуйста, а вы непосредственно обращались в организацию, вы сказали, что вам пообещали, да? Соответственно, есть какие-то чисто устные обещания? Ну да, отябеньки приезжают постоянно, смотрят на это все. То есть в письменной форме ничего нет с подписью, да, жители там, представители. Общественная палата, возьмем этот на контроль вопрос. Нам нужны просто заявители, чтобы оставили в студии контактный телефон. Любой звонящий в наш студию, он автоматом практически является заявителем в общественную палату, даже по вопросам, не касающихся темы эфира. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Ликино вообще у нас поселение, в котором время от времени случаются сложности, причем они практически одинаковые. Я помню, там не детская спортивная площадка, вот это было, зал там делали в здании школы, если не ошибаюсь. И как-то все время одно и то же там людям говорят, что вот сейчас будет, и это сейчас как-то растягивается на долгий период. Ну что же, давайте последний, наверное, на сегодня вопрос рассмотрим, потому что, к сожалению, время у нас ограничено. Сергей Михайлович, вы вот заметили, что многие детские площадки являются по совместительству еще и спортивными площадками. Сергей Юрьевич, это вообще говоря, какая-то практика просто принятая, или действительно есть какой-то запротоколированный, скажем, такой момент, что детские площадки должны кроме там форм, горочек и так далее еще и турник, например, содержать? Это движимое имущество, находящееся на детских площадках, присутствуют элементы спортивных площадок, но в основной своей массе, конечно, есть универсальные спортивные площадки, скажем так, он называется гимнастическо-турниковый комплекс такой содержится. Они имеют отдельный учет, и они содержатся именно как, относятся к категории спортивных площадок, просто они рядом находятся. И как бы визуально он, может быть, и относим мы его как единое целое, но юридически это два совершенно разных основных средства. А за спортивные площадки так же вы отвечаете? Да, нам с 1 января администрация города передала 93 площадки, 11 у нас универсальных площадок, это хоккейные коробки и футбольные поля. Ну, то есть даже по статистике видно, вы сказали, 280 у нас детских площадок, даже по статистике видно, что где-то на 3 площадки детские приходится одна спортивная. Да, 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 там есть как Северная 12, там получается такой вообще огромный узел, то есть там несколько детских площадок, площадка турниковый комплекс, и футбольное поле есть, то есть и тренажерный гимнастический комплекс, то есть с тренажерами, то есть там есть и такие крупные у нас образования на территории городского поселения. Ну, это сейчас и последнее требование, в общем-то, к тем дамам, которые сдаются в эксплуатацию, к новостройкам, именно совмещать, и, как правило, это совмещены и спортивные комплексы, и детские комплексы, они, как правило, но с единой целой, это требование уже, будем говорить, на уровне области, что это обязательно во дворах должны быть и спортивные тренажеры. Скажите еще такой момент, я понимаю, что, я уверен, наши зрители тоже, что действительно, ну, невозможно, чтобы просто идеально взяли, все отремонтировали мгновенно, деньги где-то взяли, людей и так далее. Но, предположим, если человек, который неравнодушно относится к этому моменту, сам решил взять, выйти и отремонтировать, или купить что-то, новую форму, банально покрасить, да, он, вообще говоря, имеет право это делать, если это имущество, принадлежащему дисполитету. Покрасить, да, с удовольствием. Покрасить, пожалуйста, в рамках, пожалуйста, субботника, 8-22 числа, в рамках субботников, если есть граждане с активной жизненной позицией, мы с удовольствием каким-то образом поддерживаем, обеспечиваем. А установка форм на той же территории? Установка форма исключенный вариант, просто это, в любом случае, это форма, то есть, это должен соответствовать каким-то ГОСТам, каким-то стандартам, то есть, отвечать требованиям безопасности, просто в данном случае, не бреди Господь, конечно, в случае травматизма, то есть, это просто подымать всех поставить. Человек может как-то это с вами согласовать? Предположим, я вот хочу, ребята, купить вот это, вот документы, вот, 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 купить сертифицированные изделия и установить по согласованию, да. А вот заниматься творчеством, я думаю, что нет. А если, предположим, вот смотрите, есть какой-то травмоопасный элемент, да, и, предположим, ну, возникла ситуация, вы сами сказали, что и сотрудники могут где-то недоработать, ну, вот он уже неделю стоит, допустим, и люди беспокоятся, может батя выйти какой-нибудь сам болгаркой, там, все это пилить? Да нет, я думаю, у нас вот такие случаи исключены, то есть, теоретически может, почему нет, но опять же, тут уже уголовная ответственность наступает за порчу, да. То есть, здесь уже можно и так квалифицировать. А так, в целом, у нас есть, конечно, элементы, которые мы не успеваем, как бы, обслужить, там, в силу каких-то, там, объективных обстоятельств, там, ну, или же он просто неремонтно пригодный, уже есть у нас карусели, там, со сломанными валами, там, и уже выработанными подшипниками, то есть, выростат, там, 2075 года, которые уже просто их не существуют. Я хотел у коллеги перебью, извините, вопрос задать. Вот вы сказали, в прошлом году поставили две новых детских площадки. Вот во сколько бюджет обходится, вот, ориентировочно? Ну, это не моей компетенции, вопрос, то все это... Ориентировочно, сколько, вот, например, с хорошим покрытием и так далее. Даже... Я полагаю, там даже цены сильно меняются сейчас. Ну, порядка, да, там от полутора до двух миллионов. Даже больше, да, я думаю, что... Даже, может, два-два с половиной миллиона, если сделать с хорошим покрытием, и новые формы уже современные стоят. Это вот детская площадка обходится вот примерно в такой стоимости. Ну, понятно, что это не, как раньше, там, три деревяшки слепили. Да, почему вот эти все наши из металла варили, и вот до сих пор они, может быть, такие прочные, будем так говорить, достаточно. Но, действительно, морально устарели, и за ними нужно постоянно... Они просто морально устарели, они непрезентабельный вид на фоне, там, тех детских площадок, которые можно увидеть в столице, там, или еще в каких-то новых дворах. Ну, что же, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Тема, действительно, ну, она не то, что сейчас вдруг стала актуальной, она всегда была актуальной, потому что, ну, в общем-то, детские площадки – это то, что мы, пожалуй, первое видим, выходя из дома. Обычно это так. И, конечно, всегда есть простор и для улучшения, и для исправления, и так далее. Но будем надеяться, что в следующий раз, когда мы с вами увидимся, ситуация улучшится, какие-то будут новые проекты, и так далее. Спасибо, что приезжали. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о детских площадках в наших дворах. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Или напрямую сразу обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же есть адрес электронной почты, на которую вы можете смело писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова